В предыдущем видео я высказал мысль о том, что тексты, написанные на армянском языке, хранящиеся в Матендаране на острове Святого Лазаря, требуют датирования с применением современных методов датировки. Иначе говорить всерьез о том, что они представляют ценность в изучении того или иного времени, просто невозможно. Теперь к другому вопросу. Вопрос о названии нашего народа. Что значило слово армяне? Пару дней назад я на своей странице в Facebook, в соцсетях выложил, написал, что армяне, так называлось раньше, религиозная община или религиозная группа. Меня попросили каким-то образом подтвердить эти слова. Я взял некоторые выдержки из своей будущей книги, в котором будет полный список, полный обзор всех документов 17, 18, 19 веков, где содержится данная информация. Ну вот сейчас некоторые выдержки из своей будущей книги я вам представлю. В церковном словаре Петра Алексеева, изданном в 1773 году, это русский словарь, есть толкование слова армяне. Давайте почитаем, что значит слово армяне. Нет, армяне есть армены. Ну, это, судя по всему, то же самое от слова армения. Армены – это еретики по стране, в коей они рассеивали свое учение, так наименованные. Ну, понятно, еретики проповедовали свое учение в стране под названием Армения, и поэтому их назвали армены. Кто такой Петр Алексеев? Это лексикограф, это автор крупнейшего в 18-19 веках церковно-славянского словаря. Он богослов, историк церкви, он переводчик, он член Российской Академии с 1783 года. Его словарь, о котором мы сейчас говорим, лег в основу знаменитого словаря Академии Российской. Это словарь Академии Российской, содержит больше 43 тысяч слов. Это первый такой масштабный словарь. Составлен он был в период с 1789 по 1798 года. Во второй половине 17 века в Европе начали появляться книги с описанием всех существующих на то время христианских монашеских орденов, с изображением их традиционных одеяний. Вот парижское издание 1680 года. История монашеских орденов, рассеянных по всему миру, с изображением их традиционных одеяний, которые выгравированы на медной доске «Одорадом Фиолетти» из города Болония. Здесь, в этой книге, только монашеский орденов. О народах, нациях, расах или чем-то подобном речь не идет в принципе. То есть только религиозные общины, монашеские ордена, тоже религиозные общины. Вот мы видим монаха-армянина в своем традиционном одеянии и описание самого одеяния подробное. Далее, издание 1688 года «Амстердам». История основания монашеских орденов с изображениями их одеяний. Гравюры Адриана Шхвенебека. Есть список всех представленных в книге орденов. Вот давайте посмотрим. Орден святого Иоанна, орден святого Гроба Господня, орден святого Марка Монтуйского, орден святого Георгия, Петра, Антония, орден театинцев, орден иезуитов, орден отцов-оратарианцев, орден Благой Смерти, орден святого Василия, орден Отшельников, орден Картезианцев, орден Святой Троицы, орден Якобинцев. Кстати, император Священной Римской империи Леопольд I в письме Петру I называет армянского священника Менасова Ордопета священником Аббации Святого Якова. Дальше. Орден Благодарения, орден Августинцев-Капуцинов, Нестариан и так дальше. Среди этих орденов есть и орден армян. Вот издание 1714 года. В нем есть не только изображение монашеских одеяний, но и толкование слова «армяне», причем в нескольких пунктах. Первый пункт. Армяне – это христианская секта на востоке, имеет двух патриархов – в Ичмядзине и в городе Сис. Второй пункт. Армяне – монахи в скобочках, делятся на два ордена – орден Святого Антония и орден Святого Василия. Некоторые армяне подчинились Папе Римскому, отреклись от своей веры и их назвали франами или франками. Третий пункт. Армяне из Генуи – монахи. Преследование египетским султанам вынуждают некоторых армян-монахов из Черногории в Армении. Кстати, тоже очень любопытная фраза для расследования. Погинуть это место и найти прибежище в Италии. И четвертый пункт. Армянки – монахини. Большая часть их не проживает в монастырях. Вот такая информация. Вот изображение монахов-армян и епископов. Вплоть до XX века в европейских источниках армяне упоминаются исключительно как религиозные группы. В источниках научных, я имею в виду исследовательских, в словарях и так дальше. В словаре Академии Российской вообще нет толкования слов «армяне» и «армения». «Армения» упоминается лишь однажды в пояснении к слову «армяк» – это ткань из верблюжьей шерсти, которую привозили из Армении. Слова «армяне» нет, равно как и название других монашеских орденов. Все они остались в церковном словаре Петра Алексеева, о котором я уже говорил. Есть и еще более ранние словари, изданные в начале XVII века, в середине XVII века. Вот, например, в словаре 1606 года. Здесь есть слово «армения» и толкуется так «Армения», «Смотри», «Анадюль» и «Месопотамия». Все. Слова «армяне» нет вообще. Братья-армяне, если вы убеждены, что до XIX века армянами называли не только монашеские ордена и религиозные общины, а народ, какой-то народ, то, пожалуйста, найдите об этом соответствующие упоминания в научных трудах, в словарях или в других документах подобного уровня и предоставьте их. Я буду очень благодарен. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова